Для удобства перейду на русский язык. Дмитрий, смотрели ли вы послания Путина и как вы бы прокомментировали? Ну, я не смотрю обычные подобные вещи, потому что они с года в год повторяются. Но, безусловно, я почитал разные комментарии, я понимаю, о чем он сказал. И здесь могу сказать одно. Отсутствие новостей – это уже хорошая новость, потому что от него ожидали кровопролитие, пугали тем, что он объявит мобилизацию, объявит военное положение. Этого не произошло. Путин в своем репертуаре, как и все политические динозавры, про надои говорил, про геев в Европе, о том, что у него расчехлены ядерные боеголовки. В общем, ничего нового, ничего интересного. Я думаю, что здесь и Мюнхенская конференция, наверное, как-то повлияла на российские элиты. И визит Байдена в Киев продемонстрировал то, что главная мировая демократия. Сегодня вместе с Украиной и всех, кто там сомневался, будет ли Запад поддерживать Украину финансово, будет ли Запад поставлять оружие, больше не сомневаюсь. Я, как участник Мюнхенской конференции, могу сказать, что, несмотря на все сложности, несмотря на всякие разные разногласия в Европе, все-таки это большой шаг вперед в Мюнхенской конференции. А все те сомнения, которые высказывались в кулуарах, а я принимал участие в разных встречах, вот они развеяны этим визитом Байдена. Байден сегодня выступит также со своим посланием. Чего ожидаете? Как вы думаете, будет ли обращение к Путину с каким-то последним, наверное, предупреждением? Китайским, наверное, да? Ну, китайцы, кстати, тоже высказали на этой Мюнхенской конференции, я думаю, важную мысль, которая стала сигналом, в том числе для Путина. И представитель Китая четко сказал, что применение ядерного оружия просто неприемлемо ни в каком виде. И я думаю, что, я уж не знаю, что скажет Байден, но прекрасно понимаю, что в ноябре уже в Соединенных Штатах Америки пройдут праймарис. Я знаю, что в Соединенных Штатах Америки есть две команды внутри администрации. Одна команда считает, что нужно позволить Украине победить уже в этом году, есть и другая команда, которая сомневается, что это возможно, и выступает против, так сказать, эскалации. Но мне кажется, что вот этот визит Байдена, он символичен с той точки зрения, что теперь, ну, по сути, победа и результат войны, победа Украины, теперь личная политическая ответственность Байдена, который, если пойдет на второй срок, если вдруг он решит пойти на второй срок, то, конечно же, он не может идти туда с поражением. Значит, это, скорее всего, сподвигнет политические силы, которые поддерживают демократов, ну, быть более активными, что ли, да, и продавливать все необходимые решения для того, чтобы помочь Украине нанести Путину военное поражение. И я надеюсь, уже это произойдет в этом году. Также в России заявили, собственно, Путин заявил о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Как вы думаете, чем это чревато для России, как это отразится на дальнейших российско-украинских отношениях? Ну, на самом деле, когда ты приостанавливаешь свое участие в чем-то, значит, что ты сегодня приостановил, завтра продолжил, это ни о чем. Это говорит всего лишь о том, что нужен был какой-то некий риторический прием, который бы позволил Путину, ну, по крайней мере, своей аудитории внутри России объяснить, что позиция Путина достаточно жесткая, что он не продавливается под влияние и под давление западных стран, но в практическом смысле это вообще ничего не означает. Он же не вышел из договора. Вот и главное. Многие говорят о том, что, скорее всего, у России вообще, в принципе, нет уже ядерного вооружения, потому что, если бы было, то Путин давно бы уже применил. Или это не так? Либо это Путина сдерживают все-таки? Как вы считаете? Ну, нет, конечно. Ядерное оружие есть, безусловно. Просто применение ядерного оружия, это означает немедленный военный ответ уже НАТО. Конвенциальная, может быть, неконвенциальная. Я думаю, что Путин получил информацию и от НАТО, наверняка, по всем дипломатическим каналам, передали, ну, по крайней мере, что мне известно. Мне известно то, что западные спецслужбы уже идентифицировали всех людей вот в этой исполнительной цепочке, отвечающие за применение ядерного оружия, то есть от Путина и до последнего офицера. Вот, поэтому в случае применения, я думаю, все будут рассматриваться как террористы, подлежащие уничтожению. И наверняка по всем дипломатическим каналам эту информацию передали. Вот, и я думаю, что и позиция Китая, да, была четко сформулирована. Если Путин применит ядерное оружие, тактическое ядерное оружие, то тогда никакой поддержки, никакого сотрудничества уже будет ни с Китаем, ни с Индием, потому что никто в мире не заинтересован в применении ядерного оружия. Так что этот сигнал был еще раз заявлен, да, озвучен на Мюнхенской конференции. И, как вы знаете, Путин анонсировал там визит лидера Китая. И, насколько я понимаю, Путин получил некое предложение от Китая, как можно урегулировать конфликт, как они называют, на каких условиях можно остановить войну. Путин с этими условиями не согласился, и это поставило под сомнение визит лидера Китая. Так что, ну, и он, я думаю, прекрасно понимает, что китайская экономика, она, ну, очень сильно зависит от американских. И доля, там, грубо говоря, доля торгового оборота с Россией, это, ну, там, она незначительна по сравнению с теми объемами сотрудничества с Америкой, с Европой, со всем цивилизованным миром. Поэтому Китай не будет ради Путина терять какие-то свои позиции. Также Путин на выступлении своем заявил о том, что он так гордился этим, что ВВП экономики Российской Федерации снизилось на 2,1%, а ожидали все на 10-25%. Он, как будто, знаете, вот этим гордился. Вы, как гражданин Российской Федерации, ощущаете на себе это? Я бы сформулировал немного по-другому. Да, благодаря все-таки оставшимся, к сожалению, оставшимся еще в правительстве профессионалам, значит, вот влияние всех санкций, оно пока не критично для России. Но это не означает, что в долгосрочной перспективе эти все санкции не повлияют на российскую экономику, обязательно повлияют. Просто здесь есть другие объективные факторы, да, поскольку, значит, Россия исключена из глобальной финансовой системы, поэтому просто запрос на доллар, он снизился, да, поэтому курс был стабилизирован, вот, и сегодня есть возможность покупать какие-то товары через третье страны, через тот же Китай, через Турцию, вот. И на данном этапе, с учетом больших резервов, которые еще есть у Путина, ну, экономика, несмотря на все дефициты, а дефицит составил, по-моему, порядка трех с половиной триллионов рублей, вот, а в резервном фонде было 14 триллионов, то есть, в принципе, Путин имеет еще достаточно запасы денег, резервных денег, даже чтобы вести войну, к сожалению. Именно поэтому, кстати, на Мюнхенской конференции вот наши рекомендации были очень простые. Запад может сейчас делать все, чтобы мотивировать российский бизнес выводить капитала, потому что любой доллар, который находится внутри России, даже если ты продал, продаешь пирожки, да, и ты вот зарабатываешь эти деньги, но они у тебя остаются в экономике, это все равно перераспределяется и используется Путиным на военные цели. Поэтому, чем меньше будет денег, чем меньше будет мозгов в России, тем быстрее это все повлияет на российскую экономику. Поэтому вывод капитала, отток капитала, утечка мозгов – это то, чего Путин боится больше всего. Хочу с вами также обсудить еще одну новость. Центр Москвы перекриют на два дни через виступы Путіна. 21 и 22 лютого частково обмежать рух транспорту в российской столице. Сегодня ездить не позволяю от Нового площади до Красного площади, от Китай-Городского проезда до Великого Москверского моста и от улицы Ильянка до улицы Варварка. Завтра же перекриют низкую улицу в районе Хамовинки. Там триватиме провладный митинг. У Московского департаменту транспорту зазначили, что возможны и додатковые обмежения. И вот так же зазначается, что завтра знову Путин будет выступать. Как вы думаете, что он завтра уже будет говорить? Можливо, проанализировавши выступ Байдена, он подъебьет какие-то подсумки, и это будет такая размова-вотповедь. Как вы вважаете? Ну, я думаю, что вряд ли мы услышим что-то новое, потому что вот то, что уже Путин сказал, я думаю, демонстрирует неготовность что-то публично объявлять. То есть, конечно, мобилизация будет продолжена, но она не нужна объявлять. Зачем? Это же несет за собой политические риски. Потому что если будет объявлена всеобщая мобилизация, опять выстроятся очереди на границах. И это опять, в общем, дискредитирует все те утверждения российских политологов, российской пропаганды, что россияне прямо уж поддерживают войну. На самом деле, в очереди на границе после 21 сентября показали, что количество желающих воевать не так много. И у Путина с этим, на самом деле, серьезные проблемы с мобилизацией. Так что я думаю, что следующее сообщение будет таким риторическим. Я думаю, все, что скажет Путин, это будет использовано пропаганды для внутри политического употребления, для зрителей зомбоящика, но не для какой-то внешней аудитории. Поэтому после сегодняшнего я пока ничего такого не ожидаю. Тем более, что российские элиты прекрасно понимают, что Запад консолидирован. Мюнхенская конференция показала, что Запад уже не простит Путину эту войну. Запад будет продолжать поддерживать Украину. Споры идут лишь по поводу скорости поставок оружия. Но никаких сомнений уже нет в том, нужно поддерживать Украину, не нужно поддерживать. Я слышал выступления всех мировых лидеров на Мюнхенской конференции, они достаточно жестко продемонстрировали готовность помогать Украине, потому что Украина сегодня, по сути, является таким защитником всей демократии, всей мировой демократии. И это прекрасно понимают и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки. Дмитрий, спасибо вам большое за вашу поддержку, за вашу активную позицию по поводу Украины. Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик, был с нами на прямой связи. Продолжение следует...